Всем привет! Вот и подошел к концу очередной мотосезон. Погодка уже явно не позволяет кататься, поэтому мотоцикл законсервирован. И в этом обзоре я расскажу о китайских деталях для тюнинга, которые я уже установил на мотоцикл год назад, ну примерно в начале прошлого сезона, в отличие от других обзоров, в которых открывают упаковочки из Китая и рассматривать установку на мотоцикл, я расскажу об опыте эксплуатации китайской техники. Для начала начну, наверное, с лобового стекла. Ссылки будут на товары под видео. Лобовое стоило мне примерно 3,5 тысячи. Очень, конечно, прочная, очень толстая боковина. Нареканий по поводу самого стекла нету, оно не царапалось, не скрипело, не гремело. Вот по поводу креплений немного. С креплениями, конечно, немножко проблемы были. Вот здесь вот вы видите, что креплений всего два. В связи с этим большая нагрузка идет на вот эти вот части креплений пластиковых. Одно из креплений также вот здесь вот немного лопнутое. А вот здесь вот, как видно, собственно, установлено усиление с нержавейки. Изначально я попробовал нарастить это холодной сваркой, но, в общем-то, толку от этого было мало. И на дальнике у меня конструкция-то лопнула. И, в общем-то, всю поездку мне пришлось слушать, как у меня лобовое бьет по фаре. Слава богу, там, конечно, скотч был двусторонний, поэтому ничего не поцарапалось. Вот. На данный момент усилено все. И, в принципе, лобовое очень прекрасно свою функцию выполняет. Ветрозащита здесь примерно до верха головы, вот, в данном положении. То есть, в принципе, в лицо мошки не летят и едешь абсолютно комфортно. Ну и касаемо именно Драгстара, мне, конечно, очень не нравятся крупные большие лобовые именно вот на кастами. Поэтому это лобовое, оно очень симпатично смотрится. Правда, вот, после переустановки я немножко наклон изменил. То есть, здесь оно более прямое. Раньше оно было более сильно наклонено. Вот. Кроме этого, я заказывал из Китая звуковой сигнал. Но, к сожалению, поскольку мотоцикл законсервирован, я сейчас не могу включить. Потому что аккумулятор дома. Ну, вот такой замечательный сигнал. Стоит он на самодельных пластинах из нержавейки двух. Но он меня неоднократно спасал. В сезоне он очень громкий, вот эта вот улитка. И, собственно, позволяет сказать водителям, что на дороге ты присутствуешь, кроме них. В общем-то, кроме этого, заказывал спинку. Спинка, конечно, по качеству не очень. Но и ценник, собственно, 400 рублей. Поэтому немножко пообрезал, просверлил. И вот, в общем-то, нормально она вписалась здесь. Вот. Еще из крупных заказов это, конечно же, кофры. Про кофры многие говорили, что они отвиснут, отвалятся. Собственно, ну, 5000 с небольшим. Самодельные крепления под кофры были сварены. Именно с поддержкой, вот как раз, чтобы избежать вопроса того, что они отвиснут, вот здесь вот они начнут расходиться по швам. Собственно, общался с одним мотоциклистом, Самура. Он как раз вот у него такие же точно кофры были. Он мне написал, что они у него начали рваться вот в этих местах. Именно поэтому сделал поддержку. Вот. С ними тоже, в общем-то, нареканий никаких не было, кроме одного. Петля, вот здесь вот она расположена, которая держит кофры, не дает уходить в бок в поворотах. Шестянка, и она, конечно, отвалилась. Были самодельные петли сделаны, и тоже проблем, в общем-то, в дальнейшем не было. Вот. Кроме этого, зеркала я заказывал. Ну, зеркала, в общем-то, вопросов к ним вообще никаких нет. Музыка установлена. Ну, обычный стандартный блок 4х20, китайский блок установлен на самом мотоцикле, уже внутри спрятан. К нему был тумблер. Я фотографию скину этого блока. Проблемы с блоком были единственные, что это масса. То есть он у меня периодически при нагреве выключался. В связи с этим пришлось, собственно, что-то придумывать. Я сделал массу с массы самого блока, то есть минус пустил не на аккумулятор, а содрал наждачкой с блока, зацепил контакт и пустил его на массу мотоцикла. Именно на минус, именно на корпус. И вот после этого проблемы пропали. Но колонки в той системе штатные, очень, конечно, отвратительные. Поэтому были заказаны АВИС. В общем-то, в интернете уже обзоры этих колонок есть. Колонки очень качественные, очень красивые, большие. Выглядят они как металлические, несмотря на то, что это хромированный пластик. Вот, как видите, за сезон никаких проблем с хромом, ни с зеркалами, ни с пластиком нету. То есть это, собственно, тоже пластик, ни с колонками. Единственное, что, несмотря на ценник под 3000 рублей, вот здесь вот были крепления металлические, толстые, где-то тройка сталь. Когда я болгаркой их потом отрезал, из-за того, что, в общем-то, молодцы китайцы, пропустили вот эту нижнюю часть провода через крепление. И по-другому снять крепление, если уже колонки установлены на мотоцикле, через провода никак невозможно было. Вот, но при этом от вибрации, собственно, у нас прекрасной дороги, вот здесь вот лопнуло крепление и все поломалось, в общем-то. На ходу я ехал, держал одной рукой колонку. В связи с этим пришлось делать с пластины двойную нержавейку. Но теперь все прочно, не шатается, не ломается и все прекрасно держит. Вот. Далее в обзоре я расскажу по поводу заказа на мной чехла для навигатора. Далее в обзоре я расскажу по поводу заказа на мотоцикле. Я хочу показать, что это вот самодельное крепление было под пульт колонок. То есть, ну, купил обычный брелок, чехол для брелка от сигнализации и установил на хомуте из нержавейки. То есть, управление на руле, батарейку советую сразу поменять, батарейка отвратительно китайская, хотя вроде как бы написано на ней, как обычно, что она не китайская, но это дешевый Китай. Вот. По поводу чехла от навигатора. В общем-то, пришел он только сейчас, испытать его в прошлом сезоне мне не удалось. Чехол, в общем-то, очень добротный. Под пятерку, пятидюймовый телефон он как раз подходит. Телефон попадает именно вот прям по линии стекла. Управляется сенсор через мембрану вот эту вот очень прекрасно. По поводу того, насколько он, конечно, водонепроницаемый, я не могу сейчас ничего сказать, потому что не испытывал. Вот. Единственное, что я хочу сказать, сразу вот крепление вот здесь вот, в которое он входит, защелкивается. Ну, как видите, в общем-то, все болтается. Поэтому советую сразу приклеить как следует это и, в общем-то, никогда его не снимать. Вот. Хомут идет под 25-й руль по умолчанию и плюс две вот таких вот резинки, они идут для того, чтобы уменьшить диаметр где-то до 22-го. То есть, в принципе, универсальный чехол под навигатор. Ну, испытаю его, соответственно, в следующем сезоне. Вот. Ну, а на данный момент все. В общем-то, больше ничего я из Китая в прошлом сезоне не заказывал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания.